Субтитры сделал DimaTorzok А еще посетить открытые лекции про документальное кино. Ну и сегодня у нас в гостях основатель фестиваля Николай Бем и участник фестиваля, продюсер одного из фильмов Айзада Амангильды. Здравствуйте. В первую очередь. Николай, почему впервые фестиваль? У меня он совершенно на слуху, поэтому мне удивительно, что вы говорите о том, что он проходит первый раз в Красноярске. Слушайте, здравствуйте, приятно вообще, спасибо, что пригласили на эфир. Действительно, проект Сибириадок существует уже около 15 лет, и мы в основном из нескольких компонентов, программа состоит, да, это образовательная часть, это связь, связанная с производством фильмов и с показом фильмов. То есть мы раньше, мы в 14-15 годах, мы даже организовывали передвижной фестиваль Сибириадок, то есть мы брали российские фильмы и катали их по регионам Красноярского края. Именно документальные? Да, именно документальные, да. Но вот с этого года мы получили финансирование, поддержку Министерства культуры Российской Федерации, нас поддержал Сибирский институт креативных индустрий, и у нас много других партнеров. И мы получили поддержку на проведение вот такого полноштабного, большого события. Мы вошли в список самых одних из самых значимых кинофестивалей в России в 2023 году по версии Минкульта РФ. Вот. И на самом деле, вот учитывая то, что какое количество заявок мы приняли, да, какой вообще интерес киносообщества, мы получили почти 3000 фильмов из 120 стран мира. И отобрали только 15? Мы отобрали 20 из 15 стран мира. У нас, то есть, вы же понимаете, все упирается в деньги, да, то есть мы бы сделали действительно несколько программ, мы бы сделали там, у нас всего две конкурсные программы. То есть, у нас две конкурсные программы полнометражных и вот программа короткого среднего метра, и программа отдельно фильмов, параллельно, которые не участвуют в конкурсе, программа такая, кураторская, называется «Письма из Сибири». И вот такой спутник фестиваля, это событие называется «Неделя кинокритики», в рамках которой мы организовываем кинолекции, вот приезжает, мы отобрали молодых ребят, которые пишут про кино, хотят писать про кино. И в рамках «Недели кинокритики» вот будут открытые лекции для всех желающих в музее «Площадь мира», да, там может каждый прийти и... То есть, «Сибири и док» — это вот очень много граней, да, но вот сейчас фестиваль — это будет таким нашим самым важным, самым большим проектом, самым амбициозным. И, конечно, все надеются на то, чтобы это будет регулярным. Азида, вы первый раз принимаете участие? В данном кинофестивале — да. Я впервые принимаю участие, я впервые в Красноярске. Вот, и для меня это просто что-то новое, потому что... Ну, минимум, холодно очень. Да, я была жутко потрясена, я была в шоке от холода, вот, и для меня это просто что-то новое, испытать такой градус температуры. Николай, расскажите, как вообще появился фестиваль, как зародился, как пришла в голову мысль собрать документальные фильмы, еще и на какую-то конкурсную программу, а еще нужно подобрать жюри, а еще нужно научить кинокритиков писать и правильно смотреть документалку. Вы знаете, на самом деле тут нету такого простого ответа, как это. Сразу было... То есть, когда мы только думали о том, чтобы развивать кино здесь, мы сразу начали думать о том, что это в итоге вершиной всей этой деятельности должен стать кинофестиваль. Потому что фестиваль – это такой проект, который привлекает самого широкого зрителя, самого массового, как бы может привлечь, нас приглашают на телекомпании, да, нас привлекают там власти и с разных стран. То есть это событие такое, потому что образовательные – это все-таки закрытые мероприятия, да, то есть там проходит конкурс участники, сами мероприятия проходят в закрытом формате, да, от обсуждения. Потом производство тоже там старается от сквозняков, от лишних глаз огородить и беречь свои идеи. А фестиваль – это как раз та часть, где все открыты. Вот мы хотим показать наш регион, показать фильмы с разных стран. И идея, как бы на самом деле, заключалась в том, чтобы очень много фильмов, фильмов, которые снимаются в мире независимыми авторами, до нас не доходят. Не то, что до нас, до красноярцев. Это вообще мировая практика. То есть в кинотеатры, если вы идете в кинотеатры, вы можете посмотреть там только развлекательный контент. Ну давайте так, только кассовый. Вопрос же не в развлекательности, серьезности или еще ничего. Вопрос в продюсерском кино, который должен собрать деньги. Вот, это да. И так или иначе это связано с развлечением. А почему документалка до сих пор и, может быть, навсегда остается вне кассы? Это никогда не продюсерские фильмы. Это всегда фильмы, которые, по большому счету, обречены плохое слово, но нет шансов заработать на прокате. Я с вами соглашусь. Действительно, очень редко, это вот, опять же, это не наше, это во всем мире так, что те средства, которые вложены в документальное кино, они редко окупаются, редко возвращаются продюсерами. И тут, скорее, вопрос, знаете, не как бы про распространение, а про то, как воспринимаются фильмы. То есть, важно, почему это еще фестиваль, то, чтобы, ну то есть, можно же было бы создать сайт, выложить фильмы и, пожалуйста, окей, смотрите. И смотрите, сколько хотите, да. И причем не 20 из 15 стран, а все, что прислали. Вот, 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 вот. Я про это и вам и хотел сказать, что, смотрите, но, как удивительно, но фильмы, они живут только в кинотеатре. Фильмы зрителями воспринимаются, они ими принимаются, вот, только в кинотеатре. Я даже могу сказать такую вещь, что вот мы отбираем фильмы, мы их смотрим вот на экране монитора, а потом мы их смотрим в кинотеатре со зрителями, и они смотрятся совсем по-другому. Иногда в лучшую сторону, иногда в худшую сторону. Все-таки мы, и вот одна из целей фестиваля таких, это вот сохранить классическую модель просмотра, когда это священное действие, когда зритель, вот вы смотрите дома на компьютере. Нельзя поставить на паузу, перемотать. Вы, да, пошли кофе, кто-то позвонил, я погладить, приготовить себе что-нибудь там, сходить там, ну и так далее. И этот процесс прерывается. Документальное кино, оно требует от зрителя большего участия, когда ты смотришь фильм. И мы все-таки, вот тот жанр, который мы показываем, да, у него есть такое английское название, которое как бы всеми утверждено, Creative Documentary. Но на русский язык, если переводить, то это, да, есть термин авторское документальное кино, но это также как бы художественное документальное кино, которое именно признано для того, чтобы его показывать в кинотеатре. То есть... То есть это не кинохроника? Нет. Это все-таки авторская позиция, отражающая... Это самые свежие фильмы, да. Это самые свежие фильмы. Нет, я про кинохронику говорю не с точки зрения исторических процессов, а с точки зрения участия автора в том, что он показывает. Вот из-за, да, вот мне бы хотелось... Вы же продюсер, правильно выступаете? Ну, во-первых, давайте, раз уж мы к вам переключились, сначала ваше мнение услышать по поводу бесперспективности кассовых сборов на документальных фильмах. Ну, вы знаете, на самом деле реальность такова, что на них заработать невозможно, но тем не менее такие люди, как я, энтузиасты, они хотят делать документальное кино, хотят освещать проблемы, которые присутствуют вокруг нас, хотят показывать реальный мир, хотят показывать удивительных людей. Это все хотят делать люди, как я и мой режиссер. И нас таких, как я поняла, было много, раз 3000 человек подали заявки, то есть такие люди. Расскажите, расскажите про фильм, который вы, я так понимаю, представляете на фестивале. Я продюсер фильма «Дордой», «Дордой Сити». Это фильм наблюдения, исследования жизни людей, которые торгуют на рынке «Дордой». Давайте, у нас же есть трейлер. Да, давайте. Давайте сейчас посмотрим анонс фильма, а потом его обсудим. «Дордой,ордой», «Дордой,ордой». Йол, 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 йол. Форусь. это главный рынок азиатский это да это самый крупный рынок центральной азии и он буквально самый масштабный рынок где проходит и розничная торговля и оптовая торговля этим он уникален он уникален тем что он был первый рынок который появился на постсоветском пространстве о чем фильм фильм о людях о людях которые торгуют на этом рынке о их судьбах это более такой исследовательский фильм который нам показывает что люди на этом рынке все абсолютно разные у всех разные причины почему они пришли на этот рынок вести бизнес он больше про жизнь но это же истории героев да 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 мы вот кто из героев которые упоминаются в фильме чья судьба вас лично тронула больше всех остальных и почему именно этот человек стал перед объективом вы знаете я бы рассказала бы но тогда это будет спойлер поэтому я лучше приглашу вас на показ нашего фильма который пройдет 6 декабря в час дня обязательно можете подсказать в доме кино пройдет показ нашего фильма обязательно приходите это полный метр или короткий это короткими короткими николай что еще из интересных зацепивших вас фильмов стоит посмотреть красноярцы ну вы знаете я думаю что я думаю всем без исключения будет интересно посмотреть фильм 35 давайте сейчас короткую паузу потому что у нас тоже есть трейлер к этому фильму сначала смотрим анонс потом обсуждаем а м он в 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Про уходящую натуру, про уходящий способ снимать фильмы на 35-мм пленку. И там какие-то части для синефилов, конечно, это будет очень интересно. Для кого? Для синефилов. Я думаю, что просто не вся наша аудитория знает терминологию и понимает. Я так понимаю, что это какие-то любители кино, и в том числе старого. Ну да, да, да. Но тут больше будет интересно для всех, вот как снимается кино. То есть там показано за кулисей индийского кино. Там показана работа режиссера с актерами. В том, как они локации выбирают. То есть это бэкстейдж? Да, да. Документальный фильм, как снимается кино? Ну, русским языком говорить, да, бэкстейдж. Вот, поэтому там закадровая жизнь и то, как режиссеры взаимодействуют, из чего это сделано. То есть это будет, безусловно, будет интересно любому, кто когда-либо... У меня, к примеру, дети обожают индийское кино. И я знаю, что они просто будут... Мне кажется, что в детстве вызывали индийские фильмы какой-то интерес. Но, возможно, потому что других не было на экранах, и они были в ротации. Но они и сейчас... А сейчас я не представляю, что меня сподвигнут посмотреть индийский фильм. А вы попробуйте. Чем они так отличаются? Они, понимаете, они по-своему наивны. И это подкупает. То есть вот эта наивность, вот эта вот игра, вот эта... Когда ты знаешь правила, что там есть танцы, там есть обязательно песни, драки и через это... Но при этом они остаются вот какие-то человеческие, там какие-то судьбы такие рассказаны. И они при этом не перестают удивлять. И опять же повторюсь, что, да, мне кажется, что любому, кто вот когда-либо видел там индийское кино, понимает, что это такое, да, будет очень интересно посмотреть вот эту историю про 35-миллилитровую пленку, на которой снято очень-очень много индийских фильмов. А сейчас уже не снимают на нее? Сейчас просто это дорого. Это утяжеляет процесс, да, цифры, к сожалению, или к счастью. Это просто до этой эволюции все идет вперед. Фильм 35 можно посмотреть 7 декабря, и в этот же день пройдет показ фильма «Ночной путешественник». Да, это короткометражный фильм там про, я не помню, бразильских, или про людей, в общем, которые выживают там рядом с железной дорогой, они как-то вынуждены по ночам искать себе какое-то пропитание и так далее. Есть еще фильм, который будет показан, по-моему, 8 декабря. Будет фильм, это последний фильм конкурсной программы. Это фильм «Портрет моего отца» про режиссера, который 8 лет потерял своего отца. Отец его каким-то странным образом не исчез, покончил с собой. Вот была очень такая таинственная история. И режиссер, став взрослым человеком, занимаясь кинематографией, он решил разобраться, узнать, что же это было, что же, почему там возле этой истории связана с тайной какой-то, потому что многие знали его. Вы знаете, часто вообще в документальном кино камера служит вот таким ключом, проводником, в какой-то поводом с родственниками поговорить о каких-то для тебя важных вещах. Просто так мы не можем... Так, давай поговорим с камерой. То есть, представляете, для того, чтобы поговорить с родственниками, ему пришлось придумать фильм, который потом еще и на фестиваль поехал. Понимаете, в чем дело? Вот кино что дает? Кино, мы захватываем эту реальность, а потом ее пересматриваем. У нас есть возможность не просто прожить, вот как мы сейчас с вами делаем, а с помощью кино пересмотреть ее, вникнуть, поставить, как-то остановить, посмотреть под другим углом, вот на всю эту ситуацию, дистанцироваться от нее. Он, находясь внутри, когда разговаривает с родственниками, с матерью, он не может как бы выйти из этого. Только с помощью кино он может получить дистанцию на всю эту ситуацию и понять вообще, что же происходило, что же произошло с его отцом. Я хочу сказать, что у нас будет, у нас есть конкурс, специальный конкурс для всех, кто пришел на показы, будет конкурс на лучший отзыв, на лучшую рецензию. То есть вы можете просто... Это уже немножко к вопросу о такой параллельной программе, когда мы устраиваем мастер-классы, я так понимаю, тренинги для кинофитиков. Да, и это тоже, и это отдельно вообще. То есть одна из задач фестиваля – это просто разрушить стереотип о том, что документальное кино – это скучно. Это может быть, безусловно, очень интересно, живо, необычно, разнообразно. И мы постарались собрать фильмы, не только... Почему такой калейдоскоп фильмов из разных стран? Вот я, кстати, хотела спросить, а кто... Какая страна – флагман документального кино? Можно определить, вот на чьей стороне... Ну, нет такого. Ну, зачем это будет? Это будет глупый ответ в любом случае. Ну, в случае с кассовым кино, например, совершенно понятно, кто родоначальник. А в случае с документалкой так не работает? Я вам могу задать вопрос. Как вы думаете, из какой страны мы больше всего получили фильмов? Из России. Я даже не могу представить. А Россия в тройке? Наверное, из Индии. Да, это и гибкий. И первый человек, кто ответил правильно. Слушайте, но... А как... Но при этом, смотрите, производство документалки и все-таки зрительский интерес – это же разные вещи. Понятно, что можно снять супер документальное кино, которое будет... Допустим, в Индии его снимают очень много, но оно, кроме как автору фильма, никому не интересно. Все-таки кино – это же не для себя, это же для зрителей. Да, 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 да. Слушайте, ну вот... И, кстати, какие критерии для оценки? То есть есть конкурсная составляющая в фестивале? Во-первых, зрители тоже участвуют в этом. У нас есть специальный зрительский конкурс. Мы перед входом всем зрителям даем листочек такой, в котором они могут проголосовать. Мы потом собираем все листочки, волонтеры их считают. Приз зрительских симпатий. Приз зрительских симпатий, да. Но есть еще, вот я говорю, что есть конкурс такой, что любой человек может прийти на фестиваль, написать у себя отзыв о фестивале, неважно какой, опыт просмотра документального кино на экране. И мы просто выберем лучшую такую рецензию и как-то наградим, дадим сувенирную продукцию, пригласим на закрытие фестиваля и так далее. То есть для нас важно, чтобы люди это лично почувствовали. Они получили документальное кино – это опыт. С помощью фильмов другой человек делится своим жизненным опытом. Не просто информацию о новостях, то, что происходит и так далее, а вот как жизненный опыт, как мы через книги, да, вот мы как бы, мы проживаем. И чем метод телевизионный отличается от кино? Никто не говорит, что какой хороший. Принципиально отличается, это разные жанры. Принципиально, да. В кино режиссер, он вынужден прожить часть жизни со своим героем. Николай, очень коротко. 8 декабря у нас будет фильм, я так понимаю, «Портрет моего отца». И будет еще новый храм российского режиссера. Да, это российский режиссер. Давайте позовем, учитывая, что, я так понимаю, конкуренция с Индией очень высока. Нам нужно зрителей позвать. У нас есть трейлер этого фильма, тоже можно посмотреть. Давайте короткий трейлер и короткое приглашение. Даня. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Название интригующее. Фильм о том, о священнике, который решил построить храм и взять деньги с помощью социальных сетей. Получилось? Вы видите фильм, приходите. 8 декабря, я напомню, друзья. Буквально несколько слов про фильмы о Сибири, которые тоже, я так понимаю, в рамках параллельной программы проходят. В субботу, 9 декабря, будет сразу два фильма, два глыбы документального кино мирового. Это Вернер Керцег в 15.00. Это колокола из глубины. И в 17 часов у нас будет церемония закрытия кинофестиваля. Всех приглашаем. И будет показан культовый фильм. Это первый фильм, документальный эссе Криса Маркера 58-го года. Про то, как документалисты приехали в 58-м году в Сибирь. Вот это очень архивный... Да, да, да. Это обязательно надо смотреть. Это большая редкость посмотреть такой фильм на экране. Спасибо вам большое. Друзья, мы напоминаем, что международный кинофестиваль «Сайберия ДОК» проходит в Красноярске до 10 декабря. Успевайте. Показы кинолент пройдут в Доме кино, а лекции в музейном центре «Площадь мира». Присоединяйтесь, как говорится, к событию. Но напомню, что сегодня в гостях у нас были основатель фестиваля Николай Бем и участник фестиваля, продюсер одного из фильмов Айзада Амангельды. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова